Как сделать хорошее видео отличным, а популярное видео вирусным? Расскажу вам 4 секрета монтажа, о которых не знают маленькие каналы. Если вы создаете контент на ютубе, нужно привыкнуть к мысли, что успех ваших роликов во многом зависит от вашего монтажа. Пролистнут ваше видео и через секунду забудут, или посмотрят до самого конца, не отрывая взгляда от экрана. Давайте разбираться, какие техники и приемы монтажа используют популярные каналы, чтобы завоевать внимание и симпатию аудитории. Визуальные крючки. Думаю, вы замечали, что когда вы листаете видео в ленте ютуба и наводите курсор на рандомный ролик, он начинает проигрываться с самого начала без звука. Это тот идеальный момент, который многие крупные влогеры используют, чтобы создать так называемые визуальные крючки. На них они ловят внимание нового зрителя. Если вы тоже хотите, чтобы, встретив ваше видео в ленте, пользователь захотел посмотреть его до конца, вам нужно использовать разнообразные крючки и зацепки, которые приковывают взгляд и притягивают к себе. Это может быть какая-то прикольная графика в начале ролика, необычная цветокоррекция, яркие субтитры или анимированные персонажи, сочные крупные планы и так далее. Решать вам. Есть куча способов создать визуальные зацепки и это тот самый момент, когда вы можете проявить свою креативность. Порой креаторы на ютубе становятся настолько популярными, что само их лицо или образ становится визуальным крючком, который цепляет зрительское внимание и заставляет включить ролик. Надеюсь, однажды это произойдет и с вами. Ну а пока этого не произошло, какие другие визуальные зацепки вы можете использовать в своих видео? Во-первых, это могут быть динамичные монтажные приемы, вроде быстрой смены кадров, быстрых зумов или размытий. Еще в качестве визуальных крючков очень круто работают анимация, рисованные элементы и графические спецэффекты. При грамотном использовании эти приемы делают видео более заметным и интересным. К примеру, можно анимировать логотип своего канала, и это станет чем-то вроде своеобразного фирменного знака, цепляющего внимание. Показ видео с необычного ракурса или с высоты, а также внезапные смены обстановки тоже могут заинтриговать зрителей. И да, всяческие игры со временем, типа таймлапса или слоу-мо, практически всегда захватывают внимание и делают контент более увлекательным. Проще говоря, создавая свои видео, всегда держите в голове, какие элементы станут теми самыми визуальными крючками, которые заставят аудиторию остаться с вами до конца. Создать подобные зрелищные эффекты можно в считанные минуты в хорошей монтажной программе. И сейчас, к слову, у вас есть классная возможность получить все необходимые инструменты для динамичного монтажа, которые захватят внимание вашей аудитории. Movavi Unlimited — это уникальный годовой план, который объединяет внутри одной интуитивно понятной платформы все самое лучшее от Movavi. И это не только сам Movavi Video Editor+, но и программы для обработки фотографий, записей экрана, конвертации медиафайлов, а также ряд полезных приложений для работы с документами. Помимо этого, Movavi Unlimited открывает годовой безлимитный доступ ко всем наборам магазина эффектов Movavi. Ориентироваться в инструментах крайне просто. Подготовка исходников, визуальное оформление целых видео, ретушь фотографий — каждый из этих этапов можно сделать в несколько кликов. В отличие от профессиональных аналогов, Movavi Unlimited доступен для многих пользователей. Годовая подписка дает доступ к 10 программам и огромной коллекции эффектов по цене одного приложения. А для корректной работы платформы вам будет достаточно и среднего по характеристикам компьютера. Нет нужды ждать, пока звезды сойдутся. Начните создавать классные видео прямо сейчас, получив лучшие инструменты Movavi с невероятными скидками до 85%. Акция ограничена по времени, так что не упустите возможность и кликайте по ссылке в описании. Биролы. Ну а мы вернемся к теме. Еще один важный аспект монтажа, который часто пускают новички — это грамотный подбор биролов. Биролы — это кадры, которые используются, чтобы разнообразить монотонность А-ролика и повысить вовлеченность зрителя. Многие маленькие каналы могут по максимуму вложиться в содержание, в аудио, в то, как они сами выглядят в кадре. Но все впечатления будут портить скучные пресные биролы. А между тем, классные биролы, то есть фоновые иллюстративные кадры, вполне можно подобрать на бесплатных стоковых платформах. Они появятся здесь, на экране. Видео на этих сайтах доступны для бесплатного использования в коммерческих и в некоммерческих целях, без необходимости указания авторства. И такие стоковые ролики вполне могут быть качественными, их можно эффектно использовать в монтаже. Но тут нужен определенный навык и готовность потратить время на поиски и отбор. Постарайтесь не брать первые попавшиеся варианты и проведите достаточно времени на таких платформах, чтобы подобрать незаезженные кадры, которые не станут вызывать ваших зрителей ощущение дежавю, а заодно будут гармонично сочетаться с вашим видеорядом по смыслу и по стилистике. Кстати, уже существуют платформные приложения с ИИ, которые создают биролы по запросу. Они появятся здесь тоже на экране. И используют расшифровку готового видео, чтобы лучше понять, какие биролы идеально бы разбавили ваш текст и генерит подходящее видео. Но если вы привыкли все делать самостоятельно, как я, и не особо доверяете ИИ, ваш вариант это снимать собственные биролы. Такой подход гарантированно выделит ваше видео из толпы, а заодно продемонстрирует аудитории, что вы максимально вкладываетесь в работу над своим каналом. При создании биролов не стесняйтесь креативить и экспериментировать. Используйте разные углы съемки, разные уровни и планы съемки, чтобы создать визуальный интерес. Поиграйте с композицией ракурсом, скоростью движения камеры, чередуйте плавные панорамы, трекинговые движения или стедикам. Еще в биролах стоит сосредоточиться на деталях и текстурах, так как этот прием чаще всего используют для дополнения основного контента. Поэтому фокусируйтесь на макросъемке объектов, фактурах, цветах и формах. Все это поможет сделать картинку более насыщенной и создать гармоничную связь между аудио и визуалом. В итоге у вас получится цельное, привлекательное и уникальное видео. Тренды. Следующий прием в нашем списке это следование актуальным трендам монтажа. Дело в том, что маленькие блогеры часто не выходят за пределы своей песочницы. Но если вы хотите, чтобы ваш канал вырос, надо мыслить его как часть большой картины. А крупные игроки на ютубе не только создают тренды, но и прилежно им следуют. И чтобы вы могли это делать, тоже вам необходимо быть в курсе того, что происходит на платформе. Например, сегодня один из актуальных монтажных трендов это стилизация видео при помощи цветокоррекции. Какие-то блогеры выбирают яркую и насыщенную палитру, а другие более приглушенную, как будто бы видео снято на аналоговую камеру. Вот хороший пример. Британский канал про slow living. Большинство видео там покрашены так, словно в них добавлена винтажная обработка. Этого эффекта можно достичь за счет уменьшения контраста и яркости ухода в так называемый темный ключ. Видео в итоге выглядит так, будто это кино про вечную осень. Очень романтично. И этот же прием, кстати, частенько используют и другие каналы с похожими тематиками видео. А некоторые корейские блогеры рассказывают про домашний уют и готовку, и при этом они любят выкручивать яркость повыше. Так что картинка становится похожей на кадры из мультфильмов Миядзаки. Тоже выглядит довольно прикольно. Вы тоже можете выбрать определенную цветовую гамму. Например, желтый цвет поможет вам создать доверительную домашнюю атмосферу. Скажем, синий подходит для более динамичных видео. Размытые пастельные оттенки придадут вашему видео романтическое настроение. А скажем, увеличение контраста между теплыми и холодными тональностями может создать эффект напряжения или драматизма. В общем, попробуйте поискать референсы и экспериментируйте с различными комбинациями и настройками, чтобы найти тот самый эффект, который лучше всего отражает стилистику вашего влога. Еще один тренд 2024 года – это спокойный монтаж. Он продолжает набирать популярность, очевидно, в противовес всем этим динамичным приемам, от которых зрители подустали за последние пару лет. Раньше для высокого удержания зрителей ютуберы делали монтаж супербыстрым и насыщенным. Но сейчас все больше блогеров отдают предпочтение долгим кадрам и размеренному вдумчивому монтажу с простыми переходами. Все это помогает замедлить зрителя и заставляет его по-настоящему делить внимание и время вашему контенту. Тренд на простой и спокойный монтаж как будто бы превращает блоги в авторское кино. Появляются более длинные атмосферные вступления, тщательно подобранный саундтрек, акцент на эмоциях, деталях и эстетическом впечатлении. В общем, если все это у вас отзывается, обязательно попробуйте использовать этот тренд своих видео. А если нет, то ищите другой. Главное – это повышать свою насмотренность и продолжать наблюдать за тем, как эволюционирует монтаж на ютубе. Темп видео. Финальный монтажный секрет в моем списке сегодня – это правильная работа с темпом видео. Она имеет огромное значение для удержания внимания зрителей и создания эмоционального эффекта от вашего ролика. Один из подходов, который часто используют крупные каналы – это делать начало видео чуть более энергичным, чем весь оставшийся ролик. Именно в первые 30 секунд видео зрители решают, продолжат ли они просмотр, и поэтому начало должно быть ярким и увлекательным, вызывающим интерес. К примеру, можно использовать динамичный саундтрек и энергичную смену кадров, а после того, как зрители заинтересованы, постепенно снижать темп и сложность монтажа. Этот секретный прием, во-первых, спасает крупный канал от лишнего труда, ведь, по сути, нужно максимально вложиться в первые минуты видео, а дальше можно слегка расслабиться. Кроме того, по ходу видео, когда темп будет снижаться, вы сможете создавать более подходящую атмосферу, чтобы зритель усвоил информацию и проникся идеей вашего видео. Заодно постепенно замедляющийся темп монтажа положительно сказывается на времени удержания. А мы же помним, что чем выше удержание, тем больше просмотров. Впрочем, работа с темпом видео – процесс гибкий. Он во многом зависит от типа вашего контента. Иногда быстрый темп видео имеет смысл сохранять на протяжении всего ролика, как делают, например, Логан Пол, Кейси Нейстадт или Мистер Бист. Поэтому я советую представить себя на месте зрителя и думать, какой темп монтажа лучше всего соответствует характеру вашего контента и вашему месседжу. Неплохая идея – это использовать ритм и темп музыки в качестве руководящего принципа для монтажа. Синхронизация переходов и смены кадров с битами и музыкальными акцентами создает более кинематографический и увлекательный опыт для зрителей. А разная по стилю музыка внутри одного ролика поможет создать баланс между быстрыми и медленными моментами в монтаже. Обязательно вставьте спокойные кадры после интенсивных и быстрых секций, чтобы дать зрителям время на восприятие информации и отдых для глаз. Это позволит вам создать гармоничный поток монтажа, который будет удерживать внимание зрителей на протяжении всего ролика. Окей, это были все мои рекомендации на сегодня. Надеюсь, что вы нашли в этом списке несколько вдохновляющих идей и попробуйте применить их во время монтажа вашего следующего видео. Так что спасибо за просмотр и, как обычно, увидимся в следующих видео Мавари-влога.